Максим Кембель Сейчас сама не понимаю, как быстро это все произошло Как это было? Прямо в дерево на Пермана произошло ДТП Водителю и пассажиру мотоцикла были причинены телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы В чем причина? Тестовый режим. В Бобруйске появится новый маршрут автобуса Номер 23, который будет ходить у нас с улицы Дзержинского на проспект Георгиевский Сколько организуют рейсов? А также направление Минск-Уфа, заготовка кормов и летние заморозки Июнь начнется с ночного минуса за окном, что столбик термометра покажет днем Тетради исписаны, банты развязаны В Бобруйске прозвучал последний звонок Шаг во взрослую жизнь сделали более тысячи вчерашних школьников Остался последний рок Экзамены Александра Горохова прощается со школы Этот день отличница третьей гимназии ждала с нетерпением А теперь с грустью вспоминает о прошедших 11 годах Впереди выпускные экзамены и поступления Девушка видит себя архитектором Со средним баллом 9,5 у Саши все шансы на профессию мечты Это моя последняя линейка И 11 лет буквально назад я стояла здесь А сейчас последний звонок И мне очень грустно находиться и прощаться со школой Последний звонок праздник и для родителей Ведь мама и папа вместе с детьми переживали победы и поражения Вспоминали таблицу умножения и правила русского языка Первый класс нам не повезло, был дождь Мы все собрались в столовой, было напихано много людей Но ничего, все равно это было радостное событие Саша была практически по коленам не ростом Сейчас сама не понимаю, как быстро это все произошло Конечно, эмоции переполняют Мне очень радостно и грустно одновременно С третьей гимназией в этом году прощаются 60 выпускников В их числе 5 медалистов Учреждение образования одно из лучших в области Хочу, чтобы они не забывали нашу родную школу Альмаматор, как говорят Мы всегда их ждем, рады будем видеть Накануне в Багруйске прозвучал и республиканский последний звонок В празднике приняли участие почти 2000 выпускников из разных уголков Беларуси В разрезе всей страны в этом году около 90 тысяч ребят заканчивают 9 класс и более 50-11 Свыше тысячи в обручании Мы всеми ими гордимся Мы очень рады, что они не только научились читать, писать, умножать за эти годы Они стали людьми Они стали настоящими членами нашего общества Гражданами нашей республики Надеюсь, достойными гражданами республики Беларусь Сейчас все силы молодежи бросают на проверку выученного за 11 лет Экзамены начнутся уже завтра Выдохнуть ребята смогут только на выпускных вечерах Вручение аттестатов назначено на 10 июня Милый друг, не скучай Я вернусь, ты так и знай Может днем, а может ночью Ты меня не забывай Милый друг, не скучай Я вернусь, я знаю точно Может днем, а может ночью Ты меня не забывай Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруск, 360 Не справился с управлением, на выходных мотоциклист вписался в дерево ДТП произошло на Апермана 40-летний водитель Хонды наехал на бордюрный камень Байк покинул пределы проезжей части, врезался в придорожное дерево В результате ДТП водителю и пассажиру мотоцикла были причинены телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы По факту ДТП проводится проверка Еще одна подобная авария случилась сегодня на Советской В этом случае не разъехались Пиат и Тойота Микроавтобус выехал на бордюр и припарковался прямо от дерева В ДТП никто не пострадал, водители оформили Европротокол Дорожный патруль, холодные ночи и временные ограничения Белорусы и иностранцы не могут покидать пределы страны Есть ли исключения? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Для граждан Белоруссии и иностранцев временно ограничен выезд из страны Есть ряд исключений, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Госпогранкомитета в разделе «Пересечение границы в условиях COVID-19» Покидать территорию Белоруссии могут граждане, которые имеют документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве Временный вид на жительство – не основание для выезда за границу Белавиа запустила регулярные рейсы в Уфу Это уже третий российский город, в который начала летать белорусская авиакомпания в этом месяце Полеты по маршруту «Минск-Уфа-Минск» будут выполняться один раз в неделю, по понедельникам В одну сторону дорога займет 2 часа 45 минут Безопасность на дорогах в преддверии летних каникул под пристальным вниманием ГАИ Инспекторы следят за соблюдением водителями скоростного режима и напоминают о ПДД пешеходам Основные причины ДТП – переход дороги в неположенном месте и нарушение правил управления велосипедом Аграрии приступили к заготовке кормов В целом по стране скошено около 15% трав Разница в климатических условиях регионов отражается на результатах В Брестской области работы проведены практически на 30% полей Минской – 15% Приближаются к столичным аграрии Гомельской, Гродненской и Могилевской областей А вот Витебская пока отстает В Беларуси лето начнется с ночных заморозков Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков В отдельных районах может быть туман Ожидается слабый неустойчивый ветер Ночью температура воздуха составит минимум плюс 8 Местами могут быть заморозки на почве до минус 3 градусов Днем воздух прогреется до 14-20 выше нуля Взгляд изнутри Побрус Агромарш организовал для школьников профориентационную экскурсию по предприятию Крупнейшему производителю сельхозмашин и приспособлений Ребят познакомились с перспективами развития и модернизации промгиганта С технологическими процессами и условиями труда Школьники прошлись по цехам Каждый наглядно увидел, как собирают технику И какой вклад вносит предприятие в развитие промышленности страны Две цели – хотим помочь им определиться жизнью А второе, конечно же, хотим лучших специалистов и молодых специалистов Привлечь к нашему предприятию, чтобы все-таки мы могли дальше развиваться Потому что за нашей молодежью это будущее, будущее нашей страны После экскурсии девятиклассники лично задали вопросы генеральному директору От зарплаты до перспектив роста Дзержинского проспект Георгиевский В Бобруйске появится новый маршрут автобуса На протяжении месяца он будет ходить в тестовом режиме Его организовали для доставки пожилых людей к больнице имени Марзона Рейсы, а их в день 14, будут выполняться с 9 до 14 только в будни С 1 числа, то есть завтра, организовываем новый маршрут номер 23 Которые будут ходить у нас с улицы Дзержинского на проспект Георгиевский И на перекрестке с улицы Ленина будут развороты И в обратном направлении на улицу Дзержинского будут следовать Подробное расписание можно найти на сайте Бобруйского горы с полкома Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok